Продолжаем трансляцию матча Mamos Boys Liquid Ну и на вторую игру к нам подключается Адекват. Привет, Рустам. Привет, привет, Вов. Привет, дорогие зрители. Смотрел ли ты первую игру? Есть ли тебе, может быть, что сказать по этому поводу? Да, буквально вот на вторую половину карты успел, посмотрел и немножечко так был огорчен то, что происходило с командой Mamos Boys. Во-первых, меня в первую очередь расстраивает их текущий состав. Не то, чтобы я был против каких-то игроков, но, блин, откуда все эти игроки? Где мы с окажем? Масакару. Нет, я даже знаю, где мы с окажем. Почему они не играют полным составом уже который матч? Вот меня вот это больше всего удивляет. То есть вот из того состава, который был анонсирован, с которым они, собственно говоря, играли отборочные на Шанхае, которым они там выигрывали, то есть опен квалификацию на шанхайский мейджор, потом играли основную квалификацию, где там не выиграли, но тем не менее как-то довыступали, скажем так. Осталось всего два человека, это Пайкат и Сакса. Виха, это, как мы знаем, текущий игрок Сикрт. Я не знаю, послужил ли ты эту тему вообще развивать? Ну, да, мы, естественно, заметили, что Сикреты на турнире не играют, во-первых, во-вторых, то, что заменяет Виха, естественно, мидера команды, но особо по составу я не проходил. Я вообще, честно говоря, игру Мамас Бойс последнюю видел, наверное, как раз-таки на каких-то отборочных мейджора, но не более того. Так вот, да, то есть, ну, понятно, да, Сикреты не участвуют в турнире, Виху вроде как можно арендовать, чтобы он за них покатал, он за них катает на миду, вместо Хука, окей. Есть товарищ Масакару, который играет на сложной линии вместо Секси Бамбу уже неделю. А сейчас этот товарищ играет за Тим Румыния против Тим Раша на турнире под названием National Cup. Круто. В итоге, круто, вообще замечательно, в итоге приходят Никва и Милан. Ну, я не понимаю, почему так, то есть, вообще, конечно, большой вопрос, почему организаторы допустили такое, что состав из пяти человек теперь представляет два человека, ну, основного состава и три стенд-ина, что, в принципе, наверное, не должно быть, но это ладно, это черт с ним, во-вторых, конечно, ну, и, соответственно, такой, такая игра получается. У них не совсем собранная, не совсем скоординированная, ну, в общем-то, кто смотрел первую карту, они это видели, что, действительно, вот, там, и упоминал об этом, все три линии были проиграны, ну, и впоследствии потом даже пятером толком нормально собраться не смогли. То есть, мне так кажется, что коллектив, который подавал большие надежды еще, будучи командой собранной и выигравшей опен-квалификации в Шанхай, давал большие надежды, да, и сейчас он просто развалится. Ну, буквально, я думаю, в течение недели, если так же будет все продолжаться. Потому что игроков нет, они играют сейчас какими-то другими командами, привлекают очень много в свой коллектив стенд-инов, ну, вот, до конца ведь тоже виху ты не будешь использовать, то есть, и Никва в свой коллектив уйдет обратно, Милан пока вроде нигде не играет, ну, в общем, не совсем понятно, что у них происходит. Это немножечко огорчает. Ну, и к драфту можно обратиться. Да, в общем, мы поняли тебя все по поводу состава, то, что ты верил в тот состав Мамы с Бойс, но, действительно, когда происходят настолько жесткие решафлы, каких-то положительных результатов, как правило, добиться бывает тяжеловато. Ну, и к драфту вернемся. В первой игре драфт не очень хороший получился у Мамы с Бойс, во второй игре они забирают, ну, уже забирают УД, интересно то, что не первым пиком, а где-то ближе под конец, Джакирович, Доктор и Акс, и Ликвиды, в свою очередь, Дес Профит, Кентавра и Рубика. На самом деле, будь это не Кэптэнс Драфт, а ЦМ, можно было бы поговорить о двух изменениях. На самом деле, их нужно затронуть все-таки. Сегодня ночью был патч, в котором чуть-чуть пофиксили Медведя, его Сэвэдж Рор, на мой взгляд, это не сильно порешало, а вот то, что Эр Спирита с Камнем ему переделали механику, это может действительно зарешать, и стал он гораздо менее юзабельным, на мой взгляд. Ну, вот, ты знаешь, я написал даже пост по этому поводу, по поводу последнего фикса. Я считаю, мне так кажется, что фикс Эр Спирита в части его Аканима, то, что он не может на огромнейшую дистанцию притягивать, это да, это было нужно сделать только потому, что Эр Спирит был настолько безобразным героем, что мог притягивать чуть ли не с Терри Тавера под фонтан противника, даже с Теслатового Герокопта, как у нас был один матч такой, который мы с тобой комментировали, вроде бы с тобой. Вот, сейчас такого не будет, но при этом герой-то все равно остался тем самым просто противнейшим персонажем, который, во-первых, имеет стан, саленс, эскейп и куча магического урона на шестом уровне. Ну, это просто действительно настолько дико, что то изменение, которое коснулось в части Аканима, оно не настолько прям скажется на пикабельность этого персонажа, как мне, опять же, кажется. Потому что он жесткий, он по-прежнему юзабелен. Да, нельзя притягивать на огромные дистанции, но, блин, все его любят, все его гнобят в какой-то степени, любят те, кто на нем играет, соответственно, кто на нем опустит рейтинг, гнобят те, кто смотрит, как он играет. За то, что он вытворяет поначалу. То есть бесконечный роуминг, ганги, это невозможность практически его убить. И, ну, тот импакт, конечно, который он вписывает на протяжении первых десяти минут игры, он просто неоценим. Так что не думаю, что вот этот вот фикс был какой-то суперчреватый для Аспирита. Мне почему-то кажется, что по-прежнему он будет очень пикабельный. Ну, все равно фикс есть фикс. Сильнее ты его не делай, делай чуточку слабее. А это уже движение в какую-то правильную сторону. Ну и закончился у нас драфт. Вот так вот. Пока мы обсуждали. Да, довольно внезапно. Но очень быстрый драфт на этом Кэптэнс моде, потому что... О, Кэптэнс драфте. Потому что нету второй стадии, третьей стадии банов. Да и, в принципе, героев меньше. Быстрее игроки думают. Ну и по составам пройдемся. Кура играет на Рубике. Фата на Дэс Профит. Джеракс играет на Винтер Виверни. Майнд Контрол на Кентаври и Матумбу Мэн на Дроу Рейнджер. Ну и Мамос Бойс. Милан до Джакера. Пайкатс играет на Аксе. Никва Лайфстиллер. Сакс от Дота Бичдоктор. Виха от Волт Вау. Так, слушай, а мне тут... Да, Лайфстиллер. Это круто. Никва занимает позицию керри в данный момент, да, я так понимаю? Да. Ну, то есть до этого у них Пайкатс фигурировал как-то. Подожди, он сейчас играл на Фениксе. Пайкат был в хардлинии. А на керри у нас выступал на Бристлбеке... Боже, а кто же у нас был на Бристлбеке? Никва должен был быть на Фениксе. Что-то я прям встрял. Он Сакс был на Бристлбеке. Да, короче, это не суть. Суть в том, что из-за того, что у них очень много стендеров, они, видимо, все перелопатили в своем составе, все роли. Ну, я бы здесь, на самом деле, попробовал пообузить Лайфстиллера. Ну, может быть, а что бы нет, на самом деле, сильный абуз, который может сработать, если его хорошо сделать в Эншенте. Очень часто приводят соперников в ступор. Этот Лайфстиллер, который сидит в крипе, его просто начинают бить, как-то размениваться в ХП, он оттуда вылезает, и уже прыгают тиммейты, убивают. А не говоря уже о том, что если Лайфстиллер получает сердианс какой-то, даже не очень быстрый, а средненький. Ну, это слишком жестко. То есть это огромный крип, который тебя жжет, его надо бить. И в то же время, ну, у Дота все-таки какой-то баланс в ней есть, ты не можешь потратить просто 5-10 секунд на то, что у тебя все герои бьют, и при этом еще получают дэмэдж, и ничего не происходит. У тебя просто налетит команда соперников и разорвет в этот момент. Из-за этого все ломается, вся позиционка. Ну, посмотрим. Это, знаешь, вчера как раз-таки матч был, вот ЕГЭ играли против Mamas Boys, и Фир, будучи игроком четвертой позиции, взял этого Найкса через лес, и так вот, как ты вот только что рассказал, он так и играл против Mamas Boys. Ну, они как раз-таки это и показали, собственно, мне в профессиональной доте, и уже, ну, как выяснилось и в паблике, эта тема довольно-таки развита. Ну, в паблике она работает вообще, там, если не очень высокий рейтинг, то это просто смерть, можно обузить себе, я уверен, очень жестко. Так, выход у нас. Подняли Вич-Доктора, Сакса, будет легко что-нибудь кастовать, нет, просто, просто решает отдаться. Ну, и отличное начало для команды Ликвид. Ферстблат забирает Фата на Байнше, сразу покупает себе Фейрифайр и Фласочку, и сейчас еще и Баунтируну заберет, и начало, я не знаю, как против такой Байнши будет туда стоять. Ты знаешь, ну, считается, да, в этом патче, что Байнша это какой-то суперкрутой герой для мид-позиции, как раз таки, потому что сложно у этого персонажа именно выиграть мид. Плюс ко всему, именно в данной ситуации, Фата еще будет получать поддержку от Роу Рейнджера в виде дополнительного урона. То есть, тут и магией пробивает с помощью вот этого своего спирит Сифона, так еще и с руки неплохо наваливает. Конечно, очень тяжело будет против этого Дэс Профит сражаться. Да, ну, уже не такая она жесткая, как вот изначально была, но все равно, да, сильный, конечно, персонаж. Еще продолжается преследование. Дэс Профит забирает у нас у руну богатства, Кура куда-то убежал, чуть не убили Джакира. Ну и, в общем-то, да, у Фата все очень-очень неплохо. Посмотрим, как Вихна против него сыграет. В первой игре, конечно, у него совсем был неудачный персонаж для мид-позиции. Продолжается погоня за Джакира, у которого 160 хп. Здесь Рубик его преследует. Рубик-то и пощаду можно давать под аурой Дроу Рейнджер. Ну, не говоря... Так они все могут практически, кроме Кентапа, да, дополнительно урон выдавать такой жёсткий. А Пайкат уходит куда-то во вражеский лес, где его находит Винтер Виверный и Рубик. Начинают бить Пайкату больно. Пайкат здесь еще и отъехать может запросто, да, слушай, он отъедет. Его поднимают в воздух, его продолжают бить. У него есть Блэд... Кантер Хеликс. Ну, просто забирают его. 2-0. Какой-то в салат гейминг. Я даже не могу... Слишком, слишком жёстко. ...по-другому сказать. Ну, мы очень много прокомментировали вот за последние дни. В процентном соотношении со смайлом всяких странных игр, если честно. В частности, вот этот вот... Кэптэнс Драфт у нас был. До этого еще азиатская Дота, где там просто Сережа горел в какие-то моменты. А он мне рассказывал на американском дивизионе, когда мы с ним последний раз комментировали, что, блин, вся Дота очень крутая, там что-то такое, всё классное происходит. Ребята там показывают новые стратегии. Оказывается, он горит, да, в игре? Ну, там не во всех, конечно, нет, некоторые есть, там ничего, такие игры. Тут заход у нас за Тавар, Дроу Рейнджер, Рубик, все бьют Кура, Кура, Кура погибнет. 30 кп, 20, нет, Кура всё ещё живёт, погиб, тем временем Вишдоктор, это 3-0. Акса тоже сейчас застрелит, это минус Акса, это 4-0. И, видимо, это 5-0. Да, замедление прошло от дровки, подходит Рубик, ему дают Колден Брейс, и это 5-0. Ну, иногда там действительно есть интересные вещи в Азии, но иногда там всё выглядит вот примерно так. Причём сначала от одной команды, потом от другой команды. Ну, C-регион вообще для многих, не только комментаторов, для зрителей, в том числе и для аналитиков, остаётся просто потёмкой, потому что вообще непонятно, что там происходит. У них там своя какая-то движуха, во внутренней игровой такой Дота Мир, и его распознать, разузнать, и какие-то там последовательности выявить практически невозможно. Вот где-то была какая-то статистика, я сейчас даже не скажу, но C-регион считается одним из самых непредсказуемых по прогнозам матчей. Вот именно тех игр, которые проходят во мраке в регионе. Ну да, да, действительно, там нету ни одной как бы какого-то фаворита. Матумба Мэна пытаются забить руками. Боже мой, Матумба Мэн на лоу хп в итоге выживает. Также уходит у нас товарищ Джеракс на Виверне, и Сакса под дабл дэмэджем ничего не сделал. Рубик возвращается на фолл хп, нужно валить отсюда. Что же происходит такое? И ещё всё бы было ничего, но на верхней линии Кентавр обденаивает и переластхичивает лайфстиллера. Хоть чуть-чуть, но всё же. Буквально там на два крипа. Ну, то есть стоит вровень даже с небольшим преимуществом. А на миде ОД у нас затерпел и на четвёртом левеле пошёл вообще на базу лечиться. Его здесь фата уничтожил. И он сейчас будет и по левелу, и по фарму иметь преимущество. В итоге все три линии проиграны. Нападение на Кура, Кура, Колденбрейс, Кура наконец-то забирают втроём здесь. Со второго захода получилось это сделать, да. Кстати, первый раз Сакса уже практически анимация атаки срабатывала, но в последнюю секунду Рубик уходил в туман войны, и Сакса с дабл дэмэджем не смог добить. Но это вот они неприятную такую акказию, скажем так, исправили. Левихи тут, он сейчас просто умрёт. Ой-ой-ой, 28 хп, захиливается фласочкой, но у Баньши ещё полная бутылка, и Баньша всё равно с линией никуда не денется. А ты потратил свою фласку, у тебя 0 хп, она тебя просто волной может закидать. Или опять же вот так вот на сифоне. Пайкат продолжает заходить за тавр, такая интересная игра получается. Но вот правда по хп он довольно-таки жёстко просело. Выходит на перерез Рубик, уже с сапогом, замедленен Джакира, сбивают фласку, Акса отбрасывает назад. Ну ведь Доктор неплохо захиливает, нужно Колден Брейс, Колден Брейс. Неплохо, Саксу, Саксу нужно убить, Сакс подхиливает, минус Сакса, пошёл лагер от Акса, Акс пытается уйти, Джеракс, Джеракс очень больно, нужно съедать Фэйри Файер, съедает, забирает Акса, сбрасывает горелку. Но в этот момент Милон добивает Винтер Виверну, однако Милон сам никуда так же не уйдёт. Какая просто грязь происходит, тем временем вышку сломали крипы, но размен просто ужасный на этой линии, что-то из серии 2 в 7-6. А это уже такой, знаешь, элементы сноубола пошли, потому что поначалу немножко подфидели Мамас Бойс, теперь они идут в атаку, будучи на левел ниже, чем их противник. И, понятное дело, за счёт лучших статов, за счёт хорошего кайтинга, Ликвиды просто-напросто убивают сейчас Мамас Бойс. Где-то им нужно немножко приостановиться, я думаю, в своих активных действиях, подфармить каких-то артефактов, может быть, позже уже добить. Конечно, понятно их желание, что нельзя давать фармить Роу Рейнджер, что они пошли в агрессивную, но как результат мы видим 2-0-5. И, в принципе, всё Матом Бомэн, это неплохо. На мой взгляд, что касается баланса героев, всё-таки гораздо более дикий ОД, хоть его не сразу рассмотрели, но герой действительно очень суровый. Уже вот на пятом левеле он начинает накидывать в свои сферы. Сверху, тем временем, Лайфстиллер у нас с помощью своего ультимейта забирает всё же Кентавра. Кентавр здесь подфидел. Хотя, на самом деле, на этой линии он мог абсолютно спокойно стоять. Нападение в очередной раз на ОД, но в этот раз, да, в этот раз он никуда не уйдёт. Пытается что-то на развороте сделать. Большая его добивает. Здесь же Вич-Доктор подставляется, и можно пойти за Вич-Доктором. Но решает Фата не рисковать. И так всё неплохо. Чет Патавр как-то опасно, да. Джокир ещё мог бы подоспеть как-то, могли бы встрять втроём. Удовольствоваться киллом над Волд в Ауре вполне достаточно. Ну, кстати, вот такой сейчас интересный момент. То есть, Мамос Бойс, они, в принципе, сделали всё неплохо в том плане, что они создали агрессию на сложной линии. Они снесли Тавр, но после того, как Тавр сносишь, внезапно оказывается, что Дроу Рейнджа под своим вторым Тавром фармить неплохо. А давить дальше уже не получится. Так, а на Фату атака с временем? Ну, Фатс бы ультимейт включил, развалил бы здесь. Да, он так и делает. Он включает ультимейт, Милан падает первым, его нужно добить, добивают Милана. Дальше пошла ульта Кентавра, с Аксу на варде, который уже почти закончился, цепляют. Подходят духи Баньши и стирают с Аксу. Даблкил для ДП. Я не знаю, что они будут делать с этой Баньшой, но она их уже разносит, 4-0 и большой левел, в то время как у... Ну, уже УД даже почти на 2 левела опережает, начинает грызть вышку. Всё слишком круто. Ты посмотри на этого Рубика, у него 4-й надфорс на карте, он выигрывает по надфорсу у Акса, у собственного Кентавра, у Флейнера, и имеет там огромное количество денег. Да, я думаю, надфорсу можно уже посмотреть, потому что настолько много разменов, что крипстаты нам вообще не показывают объективную ситуацию. Лайфстиллер держится более-менее в топе, 2-600, но Кентавр отстаёт не сильно, в то время как Рубик, Дроу Рейнджер идут тоже очень близко, и УД опущен ниже Акса, у которого также всё плохо, а Баньша имеет 3-300. И так, Акс. Есть Сифон. Не знаю, что он пытается сделать здесь Баньшой, но это такое себе. Вот попробуй, найди применение этому Аксу, который пропушил нижний тавр, будучи на харде вместе со своими суппортами. Сейчас ему просто нечем заняться. То есть в лесах опасно чужих фармить, в свои леса идти не хочется, потому что ты вроде как агрессор, а по итогу у тебя 0-4-2, сапог и Мэджик Конд. И вот он пытается найти себе применение, то в мид прибегает, то где-то он шастает, бегает. Не знаю, к чему это приведёт, у него сейчас есть огромная вероятность просто от Рубика столкнуть. Нет, ну Рубик покажешь. Да, ну такой... А для Акса всегда эта ситуация очень непростая, когда он так сильно проваливается вначале. Особенно если он такой на суровой там кор-позиции, ему-то надо убивать, а он и Регенчик находит. Да Регенчик, а Фата, 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 а что ты не прочекал-то Фата? Фата не пошёл. Ну на самом деле уже восьмая минута, и по идее то, что там руна, осталось лежать, вероятность довольно низкая. Ну да, зато вот новую забрал. Всё так. Хотя вот, молодцы, тем лик, вот что мне нравится, я вот уже очень много, смотрим сразу с моментом, Сакс нападает на топе. Да, Саксу тут без шансов, стан, притягивается Джакира, одно ТП отменяется, Джакир в итоге здесь совершенно один остаётся. Гентавр спокойно забирает Вич-доктора, отходит. 13-3. Так вот, возвращаясь... Ага. Да, да, продолжай. Так вот, возвращаясь к лик, мне очень нравится, что ребята, вот играя на таких турнирах, ну вот они сейчас три турнира фактически ведут, это V-Play, это Dota Pit League, и Капитан Здравт, соответственно. И у них практически на каждом матче всё время разные наборы героев. То есть ребята реально сейчас находятся, ну такой относительный поиск своей игры, они пытаются подобрать какие-то новые стратегии, возможно, нужны новые комбинации персонажей, для того, чтобы он опять же выигрывать дальше. Это очень классно, что в онлайне очень много тренировок таких хороших проходит. Так, у Фата, ну у Фата некоторые проблемы, его станет, нужно сифонить, из Вич-доктора забирают от Волди Ваура, идёт дальше, Джакира, задувка, лайфстилеру бы вылезти, на самом деле уже и кастануть что-нибудь на эту Баншу, да, он кастует, но получает сифон в ответку, Банша всё ещё живёт, Колд Эмбрейс, сейчас как же развалятся все, пытаются добить Баншу, Банша живёт, Баншу нужно спасать последний ХП, нет, Банша умирает. Это было жёстко. Это было очень жёстко, один против четверых. Это рейд-босс, рейд-босс для Мамызбойсу бить Death Profit, ну конечно, подхил дичайший, суппорт отрабатывает на все 100%, этим лигой, этот Колд Эмбрейс, он вообще каким-то живительным оказывается для команды уж в который раз, но вот сейчас было видно, что Death Profit и так непросто взять, в последующем, когда он купится какие-то Еулы, что-то ещё, это будет практически невозможно. Виха убивают. Виха как ошибся-то, он пытается с Денайд Тавр, в итоге это не получается, ультимейт даёт Кентавр и Вих сейчас развалится. Да. Ой, да ладно! Сплинтер Бласт! Он просто не отлетел, да, вот пол-двауа рейнджа не хватило. Ну нужно уходить отсюда, Виха, я не знаю, что он здесь пытается сделать, он только тут смерть свою сможет найти, Джакира выживает на 17 хп, а вот сейчас на развороте можно было бы и попробовать, но нет. Подходит Банша и с Баншой ничего не сделают. Вышку в итоге забирают, двух игроков прогоняют, сверху Кентавр ещё очень жёстко надемиджил, вышку покупает себе Блинк и продолжают давить ликвида. У них такой пик ещё, что они сейчас вполне могут товара начать ломать. Так, вот, Д, прячет дроу рейнджерку. Там есть, да, четвёртая пассивка, как раз таки, всё, что нужно. И Банша, и Банша заходит. Пошёл у нас, ульта нету, но с сифона забирает Вичдоктора, это уже минус один. Дави, дави, дави. Дэмэджа много, там, посмотреть, даже у того же Рубика уже сотня. Блин, Виха, Дабл Эдж, Виха должен падать, Виха, Виха отхиливается, прячет себя, в этот момент лайфстилер выходит, начинает дэмэджить дроу рейнджер, но есть Колден Брэйс, Колден Брэйс вот этим временем забирают, пытаются пробить Матумбу Мэна, Матумбу Мэн всё же понимает, что нужно меняться до конца, хороший стан от Кентавра, Матумбу Мэн живёт, замедляет лайфстилера, минус лайфстилер, Матумбу Мэну достается фраг, сбивает горелку Акса, это минус 3, да, тут уже, по-моему, сноубол такой пошёл, что сейчас просто развалится вам сбой, если продолжим принимать драки. Там такое, да, потому что вот мы видим Сакс и Дота только-только четвёртый уровень получил, у Милана вообще в замесе не хватило МП, чтобы дать Макропиру, которая была бы очень полезна, там, да, по тот же Колден Брейс, например, положить, добить таки Матумбу Мэна. Ну, в общем, всё как-то нескладно вышло в Мамос Бой, с фрагом проигранным. О, Виверна просто отъезжает от Тавра, ну, уже такая расслабленность пошла и нужно убегать. С помощью ультимейта Кентавра убегают, прячут, правда, Дроу Рейнджер, нужно оставить её. Делают ещё один фраг. Вот так вот два фрага получают, вот она Виверна, которая ноль золота вражеской команде. На самом деле, там поделилось всё золото. Не верю. Ну, а затровку, затровку там тысяч триста голды дали, так что более-менее. Тут какая-то компенсация. В сложившейся ситуации, это как каток свежего воздуха получить такие деньги с персонажа. Хотя бы что-то, потому что отставание суммарно уже очень большое. Майнд контрол, есть блинг, даёт блинг, удар с дабл дэнджа минусуич доктор. И идут просто по верхней линии, сейчас ломать два тавра, скорее всего. Больша. У них начинается, то есть, эта вот команда 5 с четвёртой пассивкой, они собираются вместе, они купили себе какие-то начальные запаки. Смотри, на Матобо Мэн, у него три рейсбэнда и Блэйд Фалакрити. Просто тонну урона с руки. Есть парабанчики как раз-таки, да, и Майнд контрол пошёл, смотри, опа. Хорошо, есть астральчик, и сцепить не получится. Да, так, на упреждение его начал прятать Виха, но на самом деле всё равно два героя прогоняют всё давление от центральной линии, тем временем сверху падает вышка, которую не поменяли даже на фарм какой-то, потому что ничего никто не фармил, все просто бегают. Идут дальше, идут дальше, у Баньши уже есть барабаны, у Баньши 7.1.3, Рубик покупает себе линзу. Да, да, там хоть какие-то артефакты уже появляются, то есть, блинг, линза, барабаны, если посмотреть на закупы, мама используется, у них практически нет ничего. Отчаянно, Пайкат тут пытается нафармить себе на блинг, и это, в принципе, наверное, правильное решение, на экс тоже деньги должны хоть на что-то. Ну, нормально, без блинка можно ворваться. Да, то есть, можно строить какой-то замес 5 на 5, ну, вот есть АОЕшка, там, от Жакиро, от Вихо может ультимейт прописать, хоть как-то попытаться достать вот до этих дальнестоящих Матумба Мэна, например, и Кроки, которые тоже на Рубике стоит позади всех. Ну, проблема в том, что им начинают ломать базу сейчас, и Сифон плюс ульт Баньши, он действует на этого дракона, немножко это неприятно, потому что обычно дракон не восприимчив ни к чему, но все равно дракон позволяет неплохо отпушить. Все в пятером собираются, за исключением Вичдоктора, который сплетит на нижней линии. Так, Дровка стреляет по дракону, дракон почти умер. Ну, правда, ульт Баньши заканчивается, уже осталось не так много времени. Да, вот буквально последние 5 секунд. Вичдоктор как раз добил себе левел 6, сейчас очень важно, получает Десвард, есть у него ТПшка, и возможно будут проводить драку. Боже, только 6 левел себе добил, это настолько все печально. Ну, в итоге снесли практически этот тир 3 тавер, будут ли здесь оставаться, это большой вопрос. По-хорошему, конечно, Ликвидам надо бы отойти, у них нет ульта Баньши, еще целых 90 секунд. Но они чувствуют огромное преимущество, у них стоит хороший вард, Акс сейчас может зайти очень хорошо с блинка, смотрим, момент. Да, вард его не видит, потому что он под смоком, и действительно можно хорошо сейчас инициировать. Ну, смотри, как располагаются ликвиды. Заспличено, очень неплохо, Акс врывается в двоих, хорошо ставится Десфарт, но Вичдоктору тут же прописывают Винтерскерс, минус Вичдоктору забивают свои же, Дроурейнджер падает от ультимейта ОД, прячет своего собственного Акса, Лайфстилер продолжает здесь летать в крипе, из крипа высасывают хп, Баньша, Сайленс, ни по кому не попадает, ну и нужно бежать. Майн Контрол вообще без хп, без маны, Виверна без маны, но все, нужно здесь кого-то отдавать уже. Скорее всего, Курокет и отдаст, остальные убегут, принимает на себя весь урон, поджигает его драконище и просто колдауном накрывает пайкат. Наконец-таки разрядился пайкат, долго в себе копил эту негативную энергию, которому прописывал противник, и сейчас он просто дал топором по голове. Ну нельзя уйти без ульта. Деспрофит, это прекрасно понимали сами Ликвиды, но они подумали, если у нас уж так легко получалось всю игру, а что бы сейчас не зайти и не попытаться сломать? Возможно, возможно, они просто поверили в то, что у Акса до сих пор блинка не будет, что у них там настолько у Мамос Бойс все плохо, что они в принципе не могут ворваться и устроить какую-то драку, но пайкат таки доформил. И что самое, опять же, страшное, что все ультимейты практически были вкастованы у Мамос Бойс, причем сделано это было не так плохо, и смогли там упить сразу и дровку и доковырять, видимо, еще и Рубика. Сейчас к этому уже ликвиды после дачи в заходы готовы. будут готовы, у них будет ульта, да и в принципе соберутся, у них еще очень много золота в вышках, да, Мекку берет себе вот так вот. Больша, хотят закончить, не хотят продолжать это... непонятно что, честно говоря даже. Вич доктора, Хилл ворует рубер, вешенную силу тьмы на нижней линии, Майнконтрол залетел, Сакса, ой-ой-ой-ой, больно ему. Сакс выживает, минус ульта Кентавра. Да, убить Саксу было бы приятно, но ничего не сделал, не убил и потратил тем самым мультимейт в никуда. Здесь опять дракон, который... Ваши взгляды, дракон полезнее, чем двухглавый дракон в команде. Так, ну Больша начинает, начинает из него потихонечку высасывать хп, все-таки не вечный дракон, 800 хп у него остается. Ульта Больши все еще есть, наверное, сейчас даже тратить не будут. Очень быстро разбираются с крипами. Идут дальше. Дракон продолжает танковывать. Еще один сифон получает. Вылезти прошло с никва. Ну а там сбоку-то заходят калька, цепляют двоих, неплохо, там контур инициация от Кентавра. Посмотри, пошла Макропира, айс пафф, ник пытается зарезать к уроке, есть мега, мега в принципе неплохая. И Фат отключает ультимейт, и вот он, винтерс херст на никва, стоят все на месте, никуда не двигаются, к уроке отходят на безопасную дистанцию, Фата тоже откидывается сплинтерпластом, и Мамос Бойс начинает понемногу страдать. Падают двое, остальные упекают. Да, очень хорошо ворвался Акс, и Вич Доктор думал поставить палку, но отличная игра от Майнд Контрола, но упреждение, опять же, ворвался Вич Доктора, не дал тому раскастоваться, буквально вот эти доли секунды, Вич Доктор не смог нанести вообще дамеджи. Ну и забирают двух героев, Лайфстиллер там еле живой в Аксе уходят, укрепили свои сооружения. Сейчас еще и вышку. Да, вышка, скорее всего, упадет, слишком хорошая позиция, здесь Дрорейнджер спокойно расстреляет ее. Акс, Сайланс, падает, падает вышка, отходит. Создают иллюзию такого дефа, вроде как даже нагнетают, Ликвы-то, я бы немножечко подуспугались, отошли. На самом деле, то Найксу ведь не так много осталось до Родианца. Ну вот Никви чуть-чуть потерпеть, если противник не будет так агрессивно пушить, купит Сиродиан, залезет там опять в этот Дракон и уже станет так попоизабельнее. Ну да, под этого Дракона можно там под Голем, под Дракону просто хотя бы как-то нарушить позиционку, заставить врага чуть-чуть отступить, где-то собраться в кучу или наоборот где-то рассредоточиться и поймать. Но вот сейчас мы видим, как Фата выходит в инвизи, все спалил абсолютно, спалил смок-выход команды соперника и соперник решил не идти. Вот если бы Фата чуть раньше вышел, на самом деле мог бы неплохо спить вообще с толку. Да, поставили вардец на всякий случай. Ну там ультимейты пока в откате, у Ликвид, да, то есть нету Джераксу, у Фаты, у Куроки тоже своровать пока не можно. Заходит, видит Вич-Доктора, может напасть на него на самом деле вместе с командой, команда стоит близко. Ну, понимают прекрасно, что вот на этом пригорочке находятся Ликвиды, а мы с Бойсой не решаются идти в атаку. Все, пошли на Рошану. Все вышки снесены на периферии, даже одна тер-3 вышечка сверху упала, одна очень битая, и единственный шанс сейчас вот на Рошану идти, потому что если вы не заходите на Рошану, все, дальше к вам приходят на базу и ничего не сможете сделать. Засплитить не сможете, позиционку сломать, мне кажется, даже с Родианцем уже не получится в такой игре. Все, на Рошану не пошли, ну и я думаю, что сейчас заканчивать будут. Ну да, будут заходить на хайкраун, ну, видимо, решили Мамос Бойс все-таки поиграть немножко от дефа, не знаю, насколько это будет правильным решением. Можно было улынить, сейчас идти в Рошпит, проиграть там драку и закончить игру прямо в этом же моменте, или же попытаться как-то героически отбиваться своей базой. Но все-таки надо понимать, что разочек-то им удалось даже неплохо файт провести на топе, да, мы там помним, кого-то даже убить смогли, может быть, успех повторится. О, у нас Майнд Контрол, внутри его сидит Рубик. Синфеста-то? Ой, как хитро. Синфеста, да, сейчас интересно будет посмотреть. Такая суперинициация, возможно. Нарцизм. Заходить. Закрывает бараки, глифа нет, кстати говоря. Все, закончился ультимейт, ну, сворованный. Акс очень неудачно запрошенный. ну куда Майнд Контрол-то в одного? Ну что это? И Кентавр врывается. Побежал под ультимейтом, сжигают Виху, Виха дает рассказ, спрятаться не может. В ответку. Да, очень много дамэджа получается. Ультимейты большие, Кентавр танкует, просто ворвались уже слишком далеко, нужно было ломать бараки, но лезут под фонтан игроки Ликвид. Это может для них аукнуться, но пока что живут, живут Мамос Бойс. Ликвиды ульта Банши скоро закончатся. Ставится Десвард, хорошие каски, но Десвард сбивают. Гастом. Задавили просто, зажали противника. И неплохой агроатаксы, бежит на фонтан, Меледикт, Винтерскерс, все избивают несчастного Пайката, Пайкат получает тонну дэмэджа, минус Пайкат, Кентавр дает стан, минус, даблэдж, и Дроурэнджер делает триплкил. Прямо на фонтане соперника. Ну это уже издевательство над противником, конечно. Да, ну и бараки упали. Загнобили, задавили. Бараки упали, ультракилл от Дроурэнджер, Дроурэнджер продолжает стрелять, в него есть Аеги, стан от Кентавра, ну же рампажечку, рампажечку Матумба Мэн, ты хочешь? Нет. Паттер настигал. ГГ. Стеллак. Ну что у нас получается? Я так понимаю, у нас круговая система в групповой стадии, и у команды Мамос Бойс после двух встреч остается ноль очков, более того, у них ни одной выигранной карты даже нет, и шансы на выход из группы какие-то супер нереально теоретические. Если вообще есть. Единственный вариант это выиграть проигравшего в паре Вега-ЕГ. Да, выиграть проигравшего в паре Вега-ЕГ, причем если при этом Ликвиды тоже кому-то зальют, то есть если команда, допустим, подожди, не-не-не, стоп, я же не прав. Подожди, Мамос Бойс же играли уже с ЕГ, то есть им осталось играть только с Вегой, и нужно надеяться, короче, чтобы Вега проиграла у ЕГ, и выиграть у Веги 2-0. Да, чтобы Вега проиграла ЕГ, при этом ЕГ выиграли Ликвид, да, ЕГ выиграли Ликвид, тогда у ЕГ будет 9 очков, у Ликвид у нас останется 3 у Веги, 3 у Ликвидов, не, слушай, все равно, по-моему, получается какая-то хрень, и... Не-не, там все правильно, там же не важно, как Ликвиды сыграть, потому что Ликвиды, типа, уже 6 очков имеют, и им все равно, они, ну, по идее, должны проходить. Там вот важно, опять же, у проигравшего пары Вега, точнее, просто с Вегой сыграть 2-0, чтобы Вега проиграли у ЕГ 2-0. Тогда у Веги будет 3 очка, а у Мамос Бойс 3 очка, и по личным встречам Мамос Бойс будет лучше. Да, в общем, именно так, шансы только теоретически, ни шагу назад, но на самом деле, конечно, Вега и ЕГ в этой паре смотрятся явными фаворитами. Ну и о явных фаворитах. У нас игра закончилась очень быстро, и сейчас у нас будет перерыв полтора часа, если я правильно все понимаю. Да, все так, в 22-0-0, по Москве следующий матч как раз-таки Вега и ЕГ. Вега и ЕГ, приходите, мы уходим на довольно продолжительный перерыв, после чего вернемся смотреть за этой довольно крутой битвой.